итак братья и сестры у нас сегодня с вами праздник жатвы бог позволил нам собраться чтобы поблагодарить за его милости за его благодеяние я читаю псалом 102 первые два стиха здесь записаны такие слова благослови душа моя господа и вся внутренность моя святое имя его благослови душа моя господа и не забывай всех благодеяний его то есть не забывай благословляй и не забывай благодеяния бог оказывает нам в течение всей нашей жизни вот это главное чтобы мы не забывали сегодня мы собрались для того чтобы как раз акцентировать внимание на то чтобы помнить то что бог делает для нас еще значит я хочу чтобы мы прочитали второзаконие 8 глава 10 стих здесь написано так и когда будешь есть и насыщаться тогда благословляй господа бога твоего за добрую землю который он дал тебе знаете хочу проявить сегодня безумие можно безумный проблем я не буду говорить духовный а сегодня буду говорить о теле о материальном обычно мы такие праведники знаете такие ну с виду благочестивые типа фарисеев нам типа не надо ничего плотского нам не надо такого знаете вот душевного нам давайте только духовное духовное духовно я хочу сегодня не о духовном говорить а о плотском о нашем теле это важно или нет ну конечно знаете вот вот на вид посмотреть нам вроде мы делаем вид что это не важно а как чуть заболела что важно да у меня нога например вот я подвернул ногу ходить важно или нет да важно все я ничего не могу делать это ты прославляй бога знаете и бога не сможешь прославить если твое тело не годится так да мы понимаем что тело это футляр до футляр нашего духа то внутри находится наша душа наш дух это вот то бессмертное что перейдет в вечность это важно это 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 самое важное потому что она будет лица вечность тело наше нет она до границы определенной да там сколько 70 80 человек 90 прожил 100 проживет но она все равно в телу о в землю уйдет также да но она важно пока мы здесь на важно потому что если она сейчас будет болеть если она будет ну как как вам сказать ну 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 немощи вот понятие немощи все и наш дух будет ограничен также или нет более того понятие сам бог уделяет внимание говорит когда будешь есть и насыщаться скажите должны мы есть типа да это плотские люди едят мы не едим мы только духовно мы библию читаем не дорогие мои и библию не сможешь читать если ты не поешь если нормально не будешь содержать тело твое да то и библию не сможешь читать и тем более проповедовать не сможешь ну и все другое поэтому акцент сегодня хочу сделать на наше тело и на пищу нашу вот такую физическую то есть которой мы питаем наше тело посмотрите как бог заботится о нашем теле вот посмотрите вот эти мы видим сейчас вот продукты которые произвращает земля а вообще скажите откуда все происходит вот ну кроме как из земли я например пытался подумать что у нас не из земли что у нас не из земли но прилип пример водоросли да все равно они растут океан вода это тоже земля наша вся да то и все равно это земля находится да дальше что возьмите пластмасс железо мед а пчела где берет не подожди где она берет святого цветы на земле железо там стены там все ну все и земли поймите вот все у нас и земли и мы сами земли поэтому бог так устроил что земля является источником всех наших благ здесь на земле и поэтому говорит благословляй бога за эту землю на которой ты живешь во первых не порти ее до чтобы она была нормальная да во вторых понимая это что бог просто дал нам источник вот существование именно эта земля и вот она произвращает и мы питаемся от него и имеем все необходимое и интересно ну знаете вот сейчас сегодня кто содержит дома там животных там придумали для животных такую еду которая там от гранула какая-то и в ней все набрали все компоненты которые нужно там белки жиры и углеводы там посчитали сколько нужно кстати в молодости я мечтал о том чтоб людям такое сделали кинул таблетку и пошел чтобы некогда было там есть муж молодые бегали все это да вот так бы кинул бы какую-то гранулу и побежал бы да не было такое а сейчас смотрите для собак это сделали для кошек сделал я не знаю для человека есть такое или нет может для космонавтов я видел тюбики там такие вот мужа тоже там все есть это то есть но но бог почему-то не в тюбиках это сделал пойти не в гранулах сделал а вот в произведение земли и разные и много их почему это это просто для нашей радости для нашего как это сказать удовольствие чтобы не просто какую-то такую гранулу скушали а чтобы мы могли себя побаловать сладким чем-то кто-то горькая может там где-то перчик взял себе наперчил так что почувствовал как она продрала тебе бог сделал это нужно для ускорения обмена веществ например да там ну и все другое там это и сделаю выбирай пожалуйста что тебе нравится картошечку смотрите яблоки бананы там капуста там и все и ты можешь себе сам разнообразить свою пищу бог дал нам вот эту чтобы мы могли вот все это делать ну интересно чтобы это нам было ну просто полезно чтобы это было приятно чтобы мы могли вот ну как-то в этой жизни даже отели заботиться чего-то больше чего-то меньше чтобы немножко думали о том что ага нам вот это может быть меньше надо этого кушать до этого чуть больше ну мы люди разумны это же не кошка и собака которая не соображает что ей нужно она есть то что дает да а нам дает возможность думать выбирать составлять какой-то набор питания ну и так далее и так далее что еще интересно мы смотрим что на юге такие продукты которые ну красивые сладкие там мандарины лимоны апельсины бананы да а на севере что а клюква 1 есть а знаете что клюква больше имеет вот этих всех витаминов чем вот эти все вместе взятые но бог так сделал да там северная сторона да там нет таких возможностей выращивать такие вот продукты но бог компенсирует а вот этот вот этой вот какой-то там ягодой которая все все равно восполняет все нужды организм и поэтому я сегодня хотел бы чтобы мы поблагодарили бога именно за то что он заботится о наших телах а телах наши забыла что тело наше вот эти пока молодые мы об этом не думаем а что может быть с нашим телом да мы думаем да что дучи как-то да я бегал и бегать буду что я там жил и жить буду как только чуть-чуть уже за половину жизни начинаешь думать они добегать и не всегда можешь бегать да и не всегда ты можешь вот так вот легко и просто делать как ты делал тогда лишний раз смотришь уже хочется прилечь отдохнуть или нет молодые то не по я раньше тоже то него как можно сидите да и горит я пошел мне надо отдохнуть я возмущался вот читая там книжки читаем что там служители сидел сидел я пойду мне надо отдохнуть как можно отдыхать ты духовные вещи делаешь идти отдыхать для тела свое думаешь ну ты же плотской человек оказывается вот эта фантазия или как юношеский максимализм такой нет сегодня я понимаю прекрасно когда когда действительно бывает тяжело действительно тело уже устает его надо как-то раз и положить его да и пусть она полежит немножко экономина со своим телом разговаривать ну-ка пошли сейчас я тебя положу и будешь ты у меня лежать раз и раз вот так вот ты себя ведешь полежи поваляйся вот и и ладно то есть вот так вот бог дает нам такой чемоданчик или как его футлярчик которым наш наш дух находится но он 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 ветшает и он приходит вы как стать стареет но это так вот богом задумано знаете а почему еще вот он сделал так чтобы мы старели чтобы мы болели вот мы молимся мы хотим до конца дней жизни не болеть так или нет а бог специально вот я просто это наблюдал что у нас бабушка было от как-то мы ходили проведывать ее и уже там я не знаю ну тоже под 90 было набегала всю жизнь собирала шиповник там продавала на рынке такая шустро шустро бабушка была и вот она слегла мы пришли с пресс-фитером к ней же значит ну как там это ты вот если бы сейчас бог тебе дал здоровья ты бы побежала опять за шиповником да прямо сейчас вы побед ну тогда лежи понять вот бог хочет концу жизни нас сориентировать на небо потому что мы сориентированы на 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 землю да и вот мы бегаем бегом а вот теперь смотри ты уже это не можешь вот теперь подум дальше вот это ты теперь не можешь то не будет а еще когда сильно заболела то уже все только небе остается думать бог специально это делает чтобы мы оторвались от этой земли чтобы от того что мы привязаны чтобы отвязать нас от этого и уже когда лежишь когда сильно припекло что уже завещание надо писать я так у меня 37 и 2 если температура уже завещание пишут что ну это же все конец жизни все когда женщина и 40 может бегать там это не там мужчина все 37 и 2 годится все уже о небе думаешь уже все ты уже там с ангелами находишься почему да ну вот такое тело так устроить бог это специально хочет нас однажды так перевести туда но знаете как кто-то сказал хочешь хорошо умереть живи свято то есть что богу не надо было отвязывать тебя то есть ты уже все же отвязан то тебе легко перейти в вечность и без проблем и ты уже от тебя а если привязано тогда лежи думай молись там и и так далее тогда знаете вот сегодня у нас праздник жатвы это бог заповедал на праздновать знаете да что это не просто мы себе придумали а для чего вообще бог дал нам этот праздник и вообще праздники знаете вот в те времена там первые века это вот говорят римская империя там римляне у них был такая девиз там хлеба и зрелищ то есть накорми нас и развлекай и все нам больше ничего не надо знаете вот неужели бог тоже так же хочет нас накормить и потом дать нам какую-то такое собрание же бы тут вот все было хорошо чтобы нам тут пели чтобы это как будто тоже он хочет нам хлеба и зрелище ничего подобного вот он как раз другое хочет через эти праздники он хочет нам напоминать о том что мы зависимы от него согласитесь вот он просто потому что мы с вами прочитали что не забывай все благодеянию нам людям свойственно забывать обращали внимание что когда-то мы детей наших учим когда они покушали на встал и побежал или что-то ему дал или что-то подарил он взял и побежал и радуется и что забыл спасибо сказать помните эти десять прокаженных пойти все очистились это было величайшее грандиозное событие в жизни что они настолько обрадовались настолько было для них это важно что забыли даже спасибо сказать тому кто это сделал один догадался сушайте да все это ничего но кто-то же это сделал слушай это же здорово это ж вот он сделал пошел и поблагодарю а другим не до этого было потому что они счастливы были счастливы от того что они получили это вот мы иногда до того счастливы что не можем бога поблагодарить поэтому мы читаем что он говорит за когда второзакония 8 глава дальше 11 стих мы читаем берегись чтобы ты не забыл бога господа бога твоего не соблюдая заповеди его законов и постановление его который сегодня заповедую тебе то есть берегись ты переходишь новую землю ты будешь счастлив там и в этой в этом счастье не забудь бога потому что это счастье не просто счастье тебе а это кто-то сделал тебе счастье кто-то тебе дал это счастье поэтому сегодня мы должны это делать когда смотрите мы с вами прочитали когда будешь есть и насыщаться тогда благословляй господа бога то говорят когда нужно молиться до еды или после еды а здесь на бра есть и насыщаться то есть когда уже наелся ну благослови бога благослови бога конечно ну чего тебе это трудно сказать господи спасибо да что я сегодня имею вот это это бог специально нам праздники дает для того чтобы мы вот так вот увидели что что бог это делает и не забывали как еще бог нас учит благодарить его найти как о правильно он возьмет однажды так просто заберет это и попробуй вот вот попробуй то есть и оцени и когда у тебя не будет это когда ты приходишь домой в холодильник открываешь а там пусто а когда ты посмотришь в карман у тебя денег пусто и когда у тебя кризис наступает и ты думаешь об какие времена же были а я-то думал что это всегда так будет это же норма жизни было на когда всегда все есть только ты не думаешь о том что может быть по другому да и тогда думаю кого благодарить и зачем благодарить и когда наступает какой-то кризис и вот здесь мы должны понимать бог посылает или дает нам эти кризисы для того чтобы мы однажды могли оценить то что было потому что думаем когда хорошо то это значит само собой разумеюще нет бог говорит как раз вот нормально это когда у тебя ничего нет а когда у тебя что-то есть это я даю то есть он как бы не обязан это делать и он может не давать нам вообще и тогда все мы просто умрем да а он берет и дает и он говорит я просто бодрствую над словом своим чтобы она исполнил я сказал что будет у вас то земля будет больше не буду потопа этого больше не буду губить эту землю будет теперь расти эта земля и будет вам всегда хорошо обещал и делает он это сегодня и это хорошо еще как бог иногда берет и напоминает нам о том что мы должны благодарить бога и что мы зависимы от него я просто иногда нет нет да вот так можно увидеть миссионерские вести показывают братики наши там служат например в камбодже в африке когда показывают от этих детей которые там живут слушать их худючий кожа до кости воду пьют из лужи понятие вот эта грязная вода который я бы никогда не подошел бы паша она они оттуда воду пьют еду просто ищут ну просто какой-нибудь корешок какой-нибудь что-нибудь съесть это дети бегают вообще по не то что по улицам по полям по горам ищут хоть что-нибудь в рот положить понятие и смотришь на них господи господи ты понимаешь это же бедные же люди да вот просто они этого не имеют а я а я прихожу мне даже это самое у них как сказать недостаток еды а у меня избыток еды это плохо это плохо у меня много мне нужно поменьше есть а ему надо побольше есть как бы так сделать чтобы нас всех вместе и делать среднее арифметическое чтобы у них чуть больше добавилось а у меня бы убавилось бы было бы наверно всем хорошо но не знаю как это сделать подумайте может мы сделаем церковь так взять какую-нибудь эту саму на 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 как сказать да на попеченье взять и кому-то помогать от себя оторвать а им дать чтобы они покушали чтобы нам меньше было им побольше потому что одни переедают другие недоедают это это проблема нашего времени но мы должны с вами сегодня понимать даже вот не никак не не тогда когда уже бог начинает отнимать или когда начинает уже нас учить или лечить как говорится да надо понимать и вот праздник жатвы просто благодарить бога поблагодарить его за все произведения земли за то что мы имеем с вами там больше меньше но по крайней мере мы с вами не голодаем и можем за это благодарить бога знаете сегодня хочу сказать одну важную вещь самую важную вещь самую важную вещь во-первых бог сделал нас своими партнерами вот как я говорил в начале что вот он дал произведение земли дал землю которая рождает и говорит ну давайте я с вами хочу сотрудничать то есть я буду вот это делать я буду вам все растить а вы посадите зернышко туда да нормально нормально я буду дождиком поливать хорошо да буду поливать а вы что вы возьмите в конце соберите все это и сохраните все это да и потом можете переработать и кушать то есть я свое дело делаю да я даю вам тепло я даю вам свет я вам даю в воду влагу до для растения а вы сделайте со своей стороны семечко положите а потом пожните его дата то есть вот такое партнерство делает знаете вот он партнерство сделал у нас вообще по жизни смотрите мы что читаем матфея 6 глава 33 стих иисус говорит ищите же прежде царствие божие и правда его и это все приложится вам что это приложится а давайте прочитаю матфея 6 глава 25 стих 26 написано посему говорю вам не заботясь для души вашей что вам есть и что пить не для тела вашего что одеться взгляните на птиц небесных они не сеют не жнут не собирают житницы и отец ваш небесный питает их дальше с 31 стиха 31 32 мы читаем и так не заботьтесь и не говорите что нам есть и что пить и влива что одеться потому что всего этого ищут язычники потому что отец ваш небесный знает что вы имеете нужду во всем этом представляете то есть он говорит смотрите не заботьтесь о еде не заботьтесь там а чего там об одежде не заботьтесь там о том где жить и как жить и все вот заботьтесь о духовном а я позабочусь о вашем материальном так или нет вот ищите царствие божие а хлеба я вам дам или нет как вот из этого стиха выходит да а кто сегодня так живет что у нас по остаточному принципу мы говорим я должен зарабатывать деньги мне нужно кормить семью а вот как что останется я тогда богу отдам ну там вечерком может быть к раз в неделю могу послужить час-другой там выделить для бога и все и как бы остальное не могу господи мне надо кормить детей так или нет семью кормить надо он высушит ты перепутал ты берешь мое дело делаешь и хочешь чтобы я твое делал то есть ролями поменялись мы с богом мы сегодня ищем не царствие божие а пищи или этого насущного хлеба насущно а бога просим чтобы он занимался расширением царстве уже молиться господи спаси наших родных господи спаси наших ближних господи спаси нашу станицу господи спаси наших соседей тогда он ведь нет дорогие вы спасайте их я вам дал слово примирение вас сделал на этими первосвященниками сделал священник это тот который мост между небом и землей который может людей земных на небо ориентировать то есть помогать им приходить богу находить богу прощение грехов это это год вы должны этим заниматься я вас сделал царями и священниками занимайтесь тем что людям указывайте на бога на христа приводите вы к богу а я горь буду вас кормить можете себе представить человека например специалист которая послали какую-нибудь африку там или в индию наши российские специалисты ездят атомные электростанции строят эти да то есть у нас хорошие специалисты хорошие станции строят и вот вас послали туда работать что вы делаете приехали то в индию например да вот вам нужно построить эту атомную электростанцию чем вы занимаетесь но я бы чем бы занялся приехал я туда так хорошо первое что у меня нужна землю купить какой-то кусочек а где буду жить ну домик какой-то построить надо ну там сад посадить же надо ну машину надо купить что еще обуться одеться надо что еще ну там тут океан рядом яхту не прочь прихватить там это покататься там мотоцикл купить какой-нибудь гоночный погода а потом через год хозяин тот который послал ну чё вы тут построили ой да извини да мне ж некогда было мне надо было вот дом строить мне надо было вот участие было было сад сажать нужно надо было вот это все по да я ж тебя не для этого посылал я тебе посылал строить электростанцию а я тебя буду кормить я тебе все приготовил тебе дадут этого хлеба тебе дадут воды тебе дадут все что нужно ты занимайся этим делом представляете вот бог нас послал на эту землю для того чтобы занимались царствием божием а это остальное я буду заботиться об этом а мы а мы наоборот все делаем мы заботимся а то сделаем то что бог должен делать а о ему хотим чтобы он делал то что мы должны и потому у нас проблема получается нестыковка он смотрит смотрит ну слушайте ну-ка дашь вы начнете делать то для чего я вас призвал для чего я вас позвал для чего я за вас пострадал для чего я умер для чего я вас крест чтобы вы имели все для того чтобы вот это сделать свое предназначение а мы с вами здесь на земле занимаемся вот этими делами знаете сегодня христиане все христиане делятся на две категории одни прежде еще царствие божие другие прежде ищут материального здесь не написано или или здесь написано мы должны думать и о хлебе насущным да конечно нет но речь идет о том что на первом месте что на втором что у нас по остаточному принципу а что у нас на первом месте что у нас главное что второстепенно то есть когда мы главное ставим больше то второстепенно бог берет на себя вот этот футляр наш питать бокс обещал понимаете а мы за этот футляр всю жизнь колотимся всю жизнь пашем работаем здоровье теряем чтобы этот футляр наш то есть наше тело содержать да он я буду заботиться об этом а вы занимаетесь тем что я вам поручил и поэтому сегодня есть христиане которые ищут прежде царствие божие это кто царствие божие это немножко люди они нормальные на коне ну как это так сейчас есть такие возможности сейчас у нас только вот в там перспективы все хамон там занимается миссию там ездит библиоти евангелие раздает не нормально иди работай зарабатывать деньги на хорошую машину купи там ну и живи дом себе построй нормально да они горят да я пойду лучше на своей вот этой копеечки поеду да людям евангелие раздам да а царствие божие понятие важно уже если вот если вот так вдруг кто-то вот так возьмет это евангелие да и придет к богу покаяться и станет детям больше представляете перед богом какая ценность да он каждого из нас за это будет просто-напросто я не знаю будет там венцы раздавать я не знаю что будет но это будет великое с его стороны для нас благодеяние когда он всех кто совершал дело которое поручил сделает это будет в почете уважение это будет у бога великая ценность такие люди а те которые прожили для себя знаете вот это как зелень без плодов но мы умные люди или нет умные мы же живем уже каком веке 21 эти мы часто походы вот на такое дерево и она сразу и бананы приносит там и что и виноград приуй слушай еще и груши и даже эти самые там ночью все сразу приносит в классно да вот это смысл такие да причем как посмотрите они же все прикручены ведь они же не растут а прикручиваем такого и тогда же друг перед другом да я такой проповедник да я такой миссионер да я благовестник да я и такое 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 сейчас коснись она тут же все засохнет и упадет потому что все искусственно прикрутили мы создаем вид почему об этом же смотрим друг на друга как меня оценивают люди хотим быть среди людей что-то значить понимаете но это же глупо но если люди все скажут ты молодец а бог скажет нет что какой смысл скажите одобрение пусть весь мир одобрит а бог не одобрит это просто самая большая глупость когда мы ходим перед людьми они перед богом а если весь мир скажет как написано весь мир был недостойно этих людей которые скитались там по ущельям да по пещерам и так далее они были ничто или как павел горит мы 40 глаза этих людей а бог скажет молодец и что и что тогда вот это мнение людей мнение людей это пока мы здесь на земле да а вот перед богом всю вечность будет значить то как бог оценил на поэтому ходить перед богом мы должны ценить я что хочу сказать ценить тот футляр который он дал нам потому что эту проповедь или эту тему я говорю один раз в год я не не говорю чтобы всегда постоянно думать только о своем теле нет я говорю надо вот там из 300 365 дней до в году 364 мы должны говорить о душе но один день говорить о теле хотя бы понятие но сказать так чтобы мы запомнили и не пренебрегали этим чтобы мы соблюдали свой сосуд даже внешне это сосуд соблюдали чтобы перед богом и потом отвечать будем потому что это тоже храм живущего нас святого духа ну и остальное время о духе думать то есть ищите прежде то есть сначала божьего а потом и вот это все то есть и то и другое но какой пропорции это дело поэтому акцент мы делаем на божьем но все же не должны упускать то что бог дает для нас и для нашего тела и так далее знаете я хочу сказать одну вещь я иногда похож на иисуса христа это нормально да то а еще могу займая жена иногда прям похоже на иисуса вот прям знаете почему это уже подумали что там какое такое духовное не знаете у меня просто две смоковницы там растет в саду и так подходишь к ней и как иисус выглядываешь да где ж она там но хоть какую-нибудь сорвать она иногда есть срываешь то довольны вкусно хорошо иногда смотришь смотришь этого плода я тогда смеюсь в глубине души но прям как иисус слушая тут как иисус перед этой смоковца ищу ищу и нету ее знаете вот на самом деле вот иисус иногда подходит к тебе и заглядывает твою душу мою заглядывает ничего там как у тебя дела а у нас там чё есть плод или нет то есть плод который для бога важен да то есть он горит я тебе дал все эти отдал материальное тебе дал пищу я тебе дал одежду я тебе дал дом я тебе дал все а от тебя жду жду чтобы ты принес плод духовный что и в итоге просто мы должны наша благодарность богу не в том чтобы мы сейчас в молитве сказали господи спасибо тебе а чтобы делами делами прославили его чтобы мы просто отработали то что он нам сделал то есть он нам сделал то что мы вот живы с вами я уже не говорю здоровья у кого какое но все но раз мы пришли значит это уже уже не лежачий значит бог худо-бедно дает нам возможности и значит мы должны благодарить его значит мы должны служить ему значит мы должны поклоняться ему то есть наша жизнь должна принадлежать богу и этим служить богу то есть нашей жизнью нашими делами нашими словами слова это тоже материальная да то есть наши губы наш язык произносит но она делает духовный труд духовное служение это может кому-то быть великим благословением мы сейчас будем молиться богу я хочу чтобы прежде всего мы совершили молитву вот благодарности богу за пищу которую он дал нам я сейчас возьму там есть хлеб у нас такой большой я его возьму в руки и мы по это как символ вообще нашего питания это хлеб где слово божье хлеб 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 всему голова и у нас говорят да и слово божье говорит о том что хлеб это вот так пища помолимся поблагодарим скажем господь спасибо тебе за то что ты сделал нам а потом из-за все остальное мы с вами помолимся согласны да давайте мы встанем и будем молиться благодарить нашего бога я сейчас это сделаю